Друзья, сегодня немного новый формат. Мы поговорим о семи наушниках сразу. Это будут одни из самых ходовых и популярных моделей, настоящие бестселлеры с набором самых востребованных функциональных возможностей, вроде беспроводной передачи сигнала, систем активного шумоподавления и другой умной электроники. Все эти наушники в сегменте 25-35 тысяч рублей. И постараюсь все рассказать максимально сжато и по делу. У вас мало времени, мы вас это ценим. Погнали! Итак, у нас здесь очень-очень классные наушники. Каждый из них действительно выдающийся в чем-то. Большинство из них по-настоящему аудиофильские, ну кроме одних. Надеюсь, что для кого-то это все-таки будет интригой. Начнем мы знакомиться с сегодняшними участниками сразу с ценообразования. Итак, формально Apple AirPods, AirPods Max точнее, да, стоят больше 60 тысяч. Вдвое дороже медианной стоимости остальных сегодняшних участников. Но, как мы знаем, по Яндекс.Маркету их вполне можно купить дешевле 40 тысяч рублей. При этом AirPods в нашем сравнительном обзоре стоят особняком и можно сказать, что проходят вне зачета. Так как, во-первых, представляют не аудиофильский, а IT-бренд. А во-вторых, они вообще транслируют иной взгляд на использование наушников. Следующие наушники Odyssey Penrose, большой обзор которых совсем недавно вышел у меня на канале, посмотрите, если не видели. Стоят они сегодня 29 тысяч рублей и являются самыми доступными полноразмерными наушниками Odyssey. И, кроме этого, Penrose предлагает способ беспроводной передачи звука, отличающийся от всех остальных моделей. Дальше, Bayer Dynamic Aventa Wireless, стоимостью 32 990 рублей. Это единственная накладная модель в обзоре. Теперь, Bose 700, самые дорогие наушники, ну кроме AirPods. Они стоят 33 990 рублей, но при этом выглядят, кажется, скучнее и скромнее остальных. Так за что столько денег, спрашивается? Узнаем. Bowers & Wilkins PX-7, самые доступные из всех, всего 26 990. При этом они как раз наоборот выглядят интересно и даже вызывающе в каком-то роде. При этом они оснащены по полной и несут на своих чашках не менее, а то и более прославленный логотип. Дальше поехали. Dali IO6, первенец датской компании на поприще персонального аудио. Первый их блин, который не стал комом и вообще получил в прошлом, теперь уже сезоне, звание лучших наушников в мире по версии Айса. Стоят они сегодня 29 990. Ну и хит, друзья. Sony WH-1000XM4, да, кажется так называется. Без сомнения уже ставшие культовыми наушники, которые стоят сегодня 29 990. И сейчас я постараюсь разобраться, почему же их так любят люди. Apple AirPods Max. Премиальные, но не везде практичные материалы. Например, чашки могут поцарапаться или помяться, и это будет сильно заметно, конечно. Плюс у меня есть подозрения насчет практичности и долговечности вот этой вот сеточки в оголовье. Плюс у них неудобное управляющее колесо, у него вообще нет сопротивления. И у наушников нет возможности подключиться к источнику по аналогу. AirPods самые навороченные в плане электроники из всех этих наушников. Абсолютно умный гаджет с кучей датчиков, микрофонов и всего прочего. И они умеют подключаться сразу к двум устройствам и автоматически переключаться между ними. Это, конечно, круто. Но при этом у них дурацкий бесполезный чехол, единственная роль которого не давать наушникам разряжаться. Odyssey Penrose. Пластик высочайшего качества. Очень гибкое оголовье. Представляете, что вытворяют. Это максимально практичные, неприхотливые и неубиваемые наушники. У них немного перегружено управление. Вот здесь вот. И я на ощупь, когда они на голове, постоянно путаю колесо регулировки громкости с регулировкой микрофона. И они подключаются по аналогу только со включенной электроникой. Их невозможно использовать в пассивном режиме. Bayer Dynamic Aventa ощущаются самыми премиальными и стильными. С вниманием к мельчайшим деталям. Везде металл. Классная, красивая, искусственная кожа. Все такое. Но ретро детали создают очень много открытых мест. Вот, например, вот здесь. Куда могут попадать волосы, например. Плюс в оголовье у них торчат тонкие провода. И поэтому Aventa требует внимательного и аккуратного обращения. Зато какие классные у них металлические акценты, конечно. Управление на тач-панели интуитивное. Срабатывает не совсем идеально, но на 4 с плюсом точно. У наушников нет системы активного шумоподавления. Подключаются по аналогу они полностью в пассивном режиме, как традиционные менее умные наушники. Это хорошо. В комплекте у них мешок для транспортировки из плотной ткани. Woos 700. Пластик и вообще все материалы высочайшего качества. Но наушники почему-то кажутся целиком пластиковыми. А на самом деле оголовье здесь из металла. Который почему-то не похож на металл. И вот общий вид их какой-то скромный, да? Наушники одни из самых дорогих, но по виду самые неброские. Хотя справедливости ради должен сказать, что когда ты их берешь в руки, то понимаешь, что вещь не дешевая. Управление здесь с помощью тач-панели вот на этой чашке. Оно очень простое, срабатывает абсолютно идеально. Плюс здесь по-настоящему крутая система активного шумоподавления, которая умеет плавно настраиваться. Подключаются они по аналогу в пассивном режиме, но только через свой кабель с тонким джеком 2,5 мм на стороне наушников. А на той стороне, конечно, на комплектный кабель 3,5 мм. Вообще в плане пользовательского опыта они одни из самых простых и удобных. И у них в комплекте очень качественный, приятный кейс, похожий на кожаный. Bowers & Wilkins PX7. Самые, наверное, нетривиальные наушники. Здесь везде интересные линии, много ткани. Оголовье из интересно текстурированного карбона. И как и Bayer Dynamic, они везде выглядят интересно. Единственное, за что поругаю их, это панель с кнопками. Она из простого на вид пластика. И рядом с этой карбоновой деталью это очень сильно контрастирует. Управление здесь без тач, вот этими кнопками. Оно самое понятное и самое удобное из всех. Плюс наушники понимают, что их сняли с головы и останавливают воспроизведение. Шумодавр здесь в целом хороший, вопросов нет. Тоже умеют подключаться по аналогу в пассивном режиме. И качественный кейс для переноски в комплекте тоже есть. Dali IO6. Очень качественные материалы. Это мои личные наушники. Им уже больше полутора лет. Я их купил в конце 2019 года, кажется. И с тех пор вообще не жалел их в плане эксплуатации. В основном они жили у меня в спортивные сумки и в спортзале, заливаемые потом. И ничего, живее всех живых. Пережили кучу падений. Неубиваемые, неприхотливые, как и Одиссе. Управление здесь простое. Бестач приблуд. Все кнопки настоящие, скрытые на правой чашке вот здесь. Поэтому иногда они требуют прицеливания. Вслепую, когда не всегда на нужное место жмешь. Ну, это не страшно. В целом, как бы, все норм. Шумоподавление здесь нормальное. Режим прозрачности тоже. Кейс для переноски качественный, но самый крупный из всех. Sony. Пластик очень качественный. И это единственные наушники, которые компактно складываются. То есть, их можно вот как-то вот так сложить. Управление с тач-панели вот на этой стороне. Оно просто прекрасное. Тоже понимают, что их сняли с головы и останавливают воспроизведение. Умеют подключаться сразу к двум устройствам. Шумодав, естественно, прекрасный. И у него есть адаптивный режим, который сам подстраивается под текущую обстановку. Ну и вообще, по конструкции к ним совершенно нет никаких вопросов. Компактный и качественный чехол в комплекте, само собой, тоже есть. AirPods Max. Держатся они на голове средне. Достаточно комфортные. Оголовье не чувствуешь. Плотность прижима средняя. Но все равно ощущаются увесистыми. Регулировка по высоте тугая. И она вот, залипает после нахождения в одном положении. Odyssey Penrose. Уверенная, крепкая, плотная посадка. Прижим чашек выше среднего. Но вес не ощущается. Регулировка посадки довольно плотная. Особенно плотное вращение чашек. То есть, вот они. Их нужно на голове уже настраивать. Но в целом, довольно комфортные в долгом ношении. Bayer. Посадка у них средняя. Все-таки форм-фактор другой. Но они ощущаются абсолютно легкими, комфортными. Оголовье чувствуется слегка. Но совсем едва. Прижим чашек немного выше среднего. Но они могут давить на уши из-за форм-фактора. Комфортность посадки зависит от того, как ты их надел. В какое вот место на уши они попали. Регулировка по высоте у них ступенчатая. И довольно неудобная. Когда наушники на голове. Поэтому их нужно регулировать заранее. Постоянно проскакивают. Но на самом деле, свои настройки запомнить легко. По количеству насечек на вот этой подвижной части оголовья. Боус 700. Посадка у них очень уверенная. Они комфортные и легкие. Оголовья почти не чувствуешь. Идеальнейший прижим чашек. Регулировки посадки беступенчатые. Легкие, интуитивные. И вообще абсолютно лучшие среди всех. Смотрите сами. Вот они сейчас не настроены. Они моментально садятся на голову. В идеальное положение. И не напоминают о себе часами. Просто супер. Баварсы. Они на самом деле ощущаются легкими. Но оголовье чувствуешь немножко. Прижим чашек средний. Регулировка посадки беступенчатая. И довольно тугая. Ну вот. Плотненько они так ходят. Но в целом на голове регулировать их удобно. Раз и все. И долго в них находиться вполне можно. Кстати, когда они полежали, ты их берешь, одеваешь на голову. И они автоматически подключаются к твоему последнему устройству. О чем сообщают голосом, естественно. Дали. Их посадка уверенная. Они ощущаются легкими. И оголовье почти не чувствуется. Прижим чашек оптимальный. А вот регулировка посадки у них хоть и беступенчатая, но как и у Баварсов довольно тугая. Хотя вслепую все настраивается без проблем. В Sony посадка их максимально комфортная. На уровне Bose, но чуть более расслабленно сидят. Ощущаются абсолютно невесомыми. Оголовье и прижим чашек вообще не чувствуешь. Регулировка посадки тоже отличная. Практически на уровне Bose. Тоже эталон в этом плане. Прекрасно сидят. Ну, друзья, прежде чем мы поговорим о каждом из этих наушников, я должен сказать, что, несмотря на мою критику, вы должны понимать, что все модели, ну, кроме Apple, имеют очень высокое качество звука. На уровне своей стоимости как минимум. Поэтому держите в голове какую-то условную качественную планку наушников за 30 тысяч, относительно которой все эти модели держатся более чем уверенно. Про конкретную музыку я сегодня говорить не буду, чтобы не усложнять повествование. Но в описании вы найдете ссылку на интересный плейлист, который мне и помогал сравнивать звучание всего вот этого. Ну, а сейчас мы пойдем снизу вверх от аутсайдеров к лидеру. Как вы понимаете, на седьмом месте у нас Apple AirPods Max. Самые худшие в плане звука наушники. Он совершенно не соответствует уровню остальных и не достигает той условной планки звука за 30 тысяч. Я бы сказал, что они классно звучат для наушников, ну, за 10-12 тысяч, но не выше. AirPods стараются быть выразительными, но все портит низкое качество проработки. Большинство звуков синтетические, не вызывают никакого вовлечения. Полная скукота. Но они у нас вне зачета, так что ладно. На шестом месте Bose 700. Самые скучные по характеру наушники. Они звучат ровно так, как и выглядят. Вроде бы ничего плохо не делают, но и ничего не цепляет. И даже эквалайзер в их родном приложении не в силах как-то поменять ситуацию. Они просто становятся громче в задранной части диапазона и все. Ну, они просто нормально звучат и больше ничего. Хотелось бы сказать, что на свои деньги звучат. Но все эти остальные конкуренты дешевле Bose. И я совершенно не нашел того, чтобы на них звучало лучше, чем в остальных наушниках. К сожалению. Пятое место. Sony. Они стараются быть нейтральными и понятными по звуку. И в целом им это очень хорошо удается. Мне вообще не за что их поругать. Но есть одна придирка с моей стороны. Большинство из конкурентов в чем-то ярче и интереснее по звуку. Ну, кроме Bose. Sony никак не проявляют характер, соблюдая нейтралитет во всем. И за это их можно любить. Однако их басу, на мой вкус, не хватает собранности. Немного расслабленный он, на мой вкус. Мне хочется им низы сочнее, быстрее и прозрачнее. Зато вот середины и высокие у них просто супер. И детальность, и баланс между мягкостью и резкостью у этих наушников просто отличный. Плюс в теории они могут давать самый качественный по цифрам беспроводной звук с параметрами 32 бита 96 кГц благодаря кодеку LDAC. Но проблема в том, что вам потребуется и соответствующий источник с его поддержкой. Четвертое место. DALI I.O.6. Они сочетают в себе понемногу от каждых. Здесь есть и драйвовые низы, и нейтральнейшая середина, и чистые, едва подчеркнутые высокие с такой небольшой искринкой. Эти наушники умеют играть почти все одинаково хорошо. Такие хорошие, очень веселые живчики по звуку. В общем, найс. Третье место, друзья. Bayre. Очень аудиофильские наушники с максимально открытым светлым звуком. Супер прозрачные, с акцентированными верхами. Но из-за этого многим будет не хватать низов как раз. Зато у Avento есть потрясающее ощущение прозрачности любой фонограммы. На мой вкус, это очень красивый, страшно вовлекающий тебя звук с вкуснейшим легким подчеркиванием на верхах. Но из-за этого и быстро утомляющие меня, к сожалению. Полчаса дикого восторга и удовольствия, но затем усталость, к сожалению. Второе место. Bowers. Самые сочные и окрашенные наушники. Вкусны до безобразия. Низ драйвовишей и сочнейшей. Очень мощный и объемный. Середина здесь на месте. Она понятная и достаточно открытая. Вверх аккуратно выверенный, без остроты. Звук со своим характером, подходящий для большинства современных жанров. И при этом не утомляющий тебя в длинных сессиях. Единственное, я бы басов все-таки предпочел немного поменьше. Хотя думаю, что как раз тут большинство покупателей со мной в этом не согласятся. Качают они, будь здоров. Первое место, друзья. Odyssey Penrose. Они самые нейтральные, ровные и максимально честные наушники из всех. Слышно много в любой части спектра, как и у Bayer Dynamic. Но при этом подача их совершенно не утомительная. Их можно слушать часами. И как я уже сказал, они идеально сбалансированы. Ровнее некуда. И при этом здесь есть в достатке все. От глубокого плотного баса до искрящихся верхов. Очень аудиофильский звук, к которому я не могу придраться. На них отлично звучит любая музыка. И хорошо чувствуется качество фонограммы. Главное подключаться через идущий в комплекте трансмиттер. Что касается абсолютного зачета, то, друзья, я с трудом могу выбрать победителя. Так как это сильно зависит от цели использования наушников. Apple. Прекрасный девайс для тех, кто не заморочен на звуке, но постоянно живет в гаджетах. В гаджетах Apple. Odyssey. Идеальный гаджет для тех, кто много времени проводит за компом и за приставкой. И у кого в доме есть люди, кто может неосторожно обращаться с ними. Например, дети. И при этом пинроуз остаются очень интересными для тех, кто сильно заморочен на звуке. Bairdynamic. Подойдут для стиляк и аудиофилов в самом хардкорном смысле. Для тех, кто хочет слышать мельчайшие детали и тонкости фонограммы на ходу. И готов смириться с тем, что дольше пары часов их на голове держать сложно. Если вы хотите иметь классные премиальные наушники, которые будут радовать глаз и при этом будете использовать их недолго, ну, например, до работы доехать, то это прямо то, что надо. Bose. Для любителей без особых запросов в плане аудиофилии, но ценящих удобство и комфорт в первую очередь. И кому нужно долго находиться в наушниках. Для тех, кто много путешествует, например. Bowers. Подойдут тем, кому нужны классные стильные наушники, которые будут качать и поднимать настроение. Dali. Подойдут вообще всем. Особенно тем, кто не умеет быть аккуратным. Кому нужны наушники, которые будут уметь выживать сами и неизменно классно звучать. Единственное, что крупные чашки у них, конечно, они вот такие, да, ощущаются. Но в остальном прекрасные универсальные наушники. Sony. Идеальные наушники для любых ситуаций и сценариев использования. Их можно слушать и с аудиофильским сетапом, и с компьютером, и брать с собой в дорогу. Именно потому, что они подходят для всех ситуаций, они такие популярные. Но по звуку, увы, это не лучший вариант для меня. Вот такие дела, друзья. Ставьте лайк и подписывайтесь, пожалуйста, если понравилось и хотите еще такого. А я что-нибудь обязательно придумаю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова